ребята всем привет с вами александр мир южского периода только закончил стрим мы вам так понравился этот indoraptor что как бы я сразу после стрима побежал искать где же можно купить от indoraptor а в общем то и есть такие нашел нашел все можно сделать ребята купил в общем то по факту indoraptor а точнее 10 100 тысяч генов генов indoraptor значит мы сможем создать много indoraptor где я купил это будет группа вконтакте ссылочка конечно же в описании вот такой вот у нас классный гибридик и сейчас же сейчас так разберусь как же как же это гаденыша создать так 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 рынок это должен должно быть рынок существа супер гибриды так а точно нужно зайти уже вылетел с головы зайти в киндо минусу киндо минусу и нажать гибрид слияние все 200 баксов ну пусть будет 200 баксов ничего не жалко ради такого события готов потратить сколько угодно как видите для покупки для даже для ускорения используется как обычные гены так и гены и гены уникальные то есть интересная интересная штука так нам нужно освободить место потому что у нас не хватает посадочных мест сейчас мы это быстренько как-то поправим так раптора ударить не хочу монолафазавра пожалуй пожалуй удалим так у меня теперь индоминуса не хватает это конечно печально но ничего страшного ничего страшного мы как-то разберемся супер гибрид иди-ка сюда так смотрите вот так вот выглядит наш супер гибрид выглядит точно так же как в фильме так что принципе с этим никаких проблем нет стандартный наша индо раптор которого мы видели фильме сколько он ждет но пока что он ждет не особо много вот такой вот у нас ух ты он же у нас умница и это вроде не кусок мяса какой-то желешка ему дали и машина здесь и вольер вам показывают побольше к немножко и прикольно у него анимации кормления да и в целом он уникальный потому что он стоит на четырех лапках а звуки давайте его подразним а такой гаденыш так ладно давайте 2000 гена уникальных он всего лишь стоит черт под юри шор под юри у меня блин придется много много долларов потратить ребята придется тратиться ну что поделаешь красота требует жертв то есть мы его купили 1600 вот это я беднее сейчас вот видите а вы мне говорили зачем у тебя так много гена у тебя так много долларов почему ты их как бы типа не тратишь вот по этой причине потому что наступают вот такие важные моменты когда это все дело нужно будет потратить так вот у нас есть такие три парня и я предлагаю ими сразу пойти посражаться сразу идем и будем сражаться у нас будет вся серия посвящена именно вот сражением так где там вот 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 наши три братишки давайте пойдем сражаться тремя индо рапторами надеюсь нас еды хватит мне как раз на собиралась практически 99 миллиончиков ну давай давай не подведи нас индо раптор так индо раптор против анкела дока очень шикарное сражение у нас получается можно атаковать нету амфибий здесь вообще будут шара у нас увидели какая такая пощечина ему прям прилетела атакуем на 2 м мы его пробиваем нет нет гаденыш выжил ну ладно хотя у нас сейчас пробьет у нас про такую полюбасу на 2 это нам только на руку у у нас очень хорошее соотношение жизни к силе удара то есть метре фадон конечно страдал страдал от этого а от малого количества жизни а вот у индо раптора с этим все хорошо ребята как мы помним индо раптор у нас был 4 3 метра в длину и весил тонну одну тонну ну как циратозавр дал нас тоже так примерно весел раз-два пробил точно пробил он даже не защищался но это не беда потом мы сейчас купим еще парочку и индо рапторов сделаем двадцатыми двадцатых в общем то вот так будем наращивать уровень нашего индо раптора и будем постоянно ими сражаться сражаться и сражаться идет нюхает как ищей когда он же у нас помешанные он и зверюга еще тот ну вот как раз отлично мы разобрались двумя руками он такой атакует как знаете мне напоминает мне кота который гоняется за лазерной указкой а красивенький молодец но нам нам парке знаете нам жестко не хватает амфибий сильных у нас всех гибриды сильнейшие хищники есть такой вот смотрите неплохо мы 200 баксов себе вернули это радует это радует давайте идти дальше 2000 уникальных генов стоит наш индо раптор нам их нужно 8 штук чтобы получился чтобы получился 40 левел и 1600 долларов за каждый раз не считая того сколько мы еще потратим когда будем его взращивать так сказать я вот протарагеринуса даже на протарагеринуса ребята не тратил доллары как вы видите я как бы жду по шесть дней пока он вырастет но индо раптор это особый случай это случай особый у нас их все и вот еще один надеюсь мне еды хватит так погнали кормить наших индо рапторов так что он там мне показал вторую ячейку для выведения мол мол братишка что-то не в порядке так подождите что 200 долларов буду каждый раз платить за это дело не так не пойдет у меня вот здесь есть но мне проще вот это ускорить если я за 80 долларов ускорился ратозавра не только что заплатил 200 долларов вообще офигеть я восстановил своего цератозавра так и давайте сейчас будем сливать наших индо рапторов до состояния какого 30 20 10 вот так мы надо пойдем такой комбинашка сейчас так здесь мы рассчитывались пока что обычными генами обычные гены обычные доллары продолжаем продолжаем шикарно в общем то несмотря на то что этого индо раптор я купил за денежку индо раптора которого который есть в гостевом нашем аккаунте с которого мы стримили там я буду его получать естественным путем то есть так же как и любой из вас сможете его получить и посмотрим сколько это займет времени так он очень много жрет я вам скажу на вот такому тоже уровне ну вроде как у нас еще не было гибрида который бы сожрал 99 миллионов еды за прокачку на 40 уровень такого вроде как еще не было ну по крайней мере сто тысяч генов вот таких вот уникальных позволит нам создавать и практически ну армии можно будет создать и индо рапторов ну естественно только я уже не буду это дело все ускорять будем потихонечку там себе выращивать индо рапторов за шесть дней так миль по миллиону есть уже то есть это 10 миллионов уходит и 10 так у нас мы теперь 30 20 10 давайте пойдем пойдем тогда сражаться вот так вот вот сюда вот смотрите на 30 уровне он у нас уже вот между сигнозухом и орлифозавром 30 20 10 мне вообще открыты или они будут закрыты сейчас вот нет открыты открытая почему они открытые сражался 2 2 2 10 10 или те которыми сражался они ушли на прокачку прикольно получилось да что так бы они были бы заняты а так они остались свободными 10 20 30 погнали индо раптор молодец ууууу уууу uu вуу уу уууу ууу ууу так еще ничего не наваляет ли нам сейчас прямо наваляет почему он за один удар пробивает я не могу защититься Аста позавр да и индоминус Не, они до минус 32-ой, наверное, нет. А приятный родон 36-ой точно пробивает нас. По-моему, нам сейчас наваляют, ребята. Нам сейчас наваляют. А, вот это он очень зря сделал. Он очень зря это сделал. Я его пробил. И сохранил. Так, я вроде уже учел этот один. Да, я учел, я молодец. Кто молодец? Я молодец. Теперь время Индоминуса. Он должен атаковать, значит... Но это неправильно, это нечестно. Вот почему он решил проатаковать на 2? У него 1 балл остался. Это неправильно. 1, 2, 3, 1, 2. Молодец. А вот если бы он этот балл не поставил в защиту, приятный родон бы нас пробил точно. А сейчас мы выживем. И не просто выживем, мы победим. Вот так вот. Напугай его. 3. Но это его не спасает. У нас удар 3748. А это значит, что мы побеждаем. Так, ну а в начале казалось, что он нам наваляет. Правда, ребята? Так, закрываем это все дело. И идем обратно к нашему Индораптору. Индораптору. Кстати, давайте мы на него вот так вот полюбуемся-то. Это максимальное приближение. Так, смотрите, у нас тут... Давайте. Карнатавр. Какой больше нравится вам? Ну вот такой вот пусть будет. Для компании ему. И Индоминус. Индоминус, ну хотя бы пусть будет 20-й. А то он как-то совсем тусклый. Вот так вот они ходят. Ну вот, Индораптор у нас на 4-х лапах стоит, как вы видите. Так, давайте сейчас эволюционируем его, так сказать. Так, ну получится у нас 30-й будет занятым. Мы сейчас создадим нового 30-го. Пойдем посажаемся новым 30-м. Потом с 2-х 30-м сделаем 40-м. И пойдем посажаемся еще 40-м. Вот такой вот у меня план. Так, я думал даже это видео в качестве стрима записать. Но потом, ладно, подумал, все-таки пусть будет качество повыше и т.д. и т.п. Так. Начинаем эволюцию. Нужно сделать еще одного 30-го. Иначе у нас будет недобор. Так, мы сделали. И тогда сразу же отправляемся на сражение. Так, вот наш 1. А второй занят. Целых 500 баксов стоит его освободить. Но я этого делать не хочу. Так, берем кого? Давайте возьмем хищник против травоядного. Это был бы летун какой-то. Давайте возьмем эрлика. Метриофодончика 30-го. И индораптора. Вот так вот. Самых сильных оставим на потом. Так. Отлично. Приатродон. Ну, как-то скучно. Все-таки хотелось бы больше видеть индоминусов. Правда ведь? И прочую разношерстную динозаврятинку. Порвем как тузик тряпку. Так, ребятки, да. Кто не посмотрел наш стримчик, он длился там около часа. Обязательно посмотрите. Там мы немного поговорили про индораптора. Каким он был. Что он мог. Что это у нас был в фильме на самом деле не индораптора. Прототип индораптора. Настоящий индораптор должен был быть меньше. С генами велоцираптора. Потому что первый индораптор, который был в фильме, он был создан только из генов индоминуса рекса. Там не было генов блю. Ничего себе мы выжили. С одного удара я его сейчас пробью. А? Как вам? Давайте два, один и так. Ну, просто... Просто у него в защите два. Но он нас не пробьет. На четыре атакую. Всего лишь атакует на два. Давайте вот так сделаем. Ход конем. Как-то так смешно, да? Он на четырех лапках подбегал. Ну, вот не слышно его крика. Вот если бы он здесь орал как-то посерьезнее на арене, мне бы больше понравилось. Ну, одного нам хватает. Противник защищался, но это ему не помогло. Любую не налюбуюсь, да? Как вам больше нравится, ребятки? Какой индоминус вам нравится больше? Черный или вот такой вот коричневый? Так. Закрыть он, кстати, чем-то пастозуха напоминает его вот морда. Где у меня здесь амфибика? Есть ли у меня здесь пастозух? Есть пастозух? Ну, вот скажите, голова похожа вам немножко на индораптора? Нет, в это нет. Все-таки у преста пастозух или нет? Так, кто здесь есть? Нету... А, нет, значит, у меня он здесь может быть. Вот. Не знаю, чем-то мне он показался похожим, индораптор, на этих парнишек. Но есть как-то вытянутая морда, чем-то он похож. Давайте сейчас мы еще одного прикупим. Чтобы было нам для сравнения. Так, вот так. И вот так. Начинаем эволюцию. И отлично, проскочил. Смотрите, какой он пятнистый, прикольный у нас индораптор. Так, его величество. Но мне нравится, что у него стало вот больше шерсти. Здесь-то как-то мало, а вот в таком варианте он мне нравится. Чего? Сколько мне не хватило? У меня 4 миллиона. Блин, нужно купить еды. На... На сколько? Блин, на 2,5 тысячи долларов потратить. Ёшкин ты кот. У меня еды в ноль. То есть 99 лямов еды. То есть полностью все уходит на прокачку... Индораптора. Вон, ничего не осталось. Вот что-то вот как-то руки не особо не прорисовали. Так, давайте мы его немножко подразним. Ах, уйди, отстань, противный. Забавно. Ну, а будь у меня какая-то более свирепая анимация. Должна же быть. Нет? Да ладно, у динозавра уже обычно 2 анимации. Одна вот простая. Давайте сейчас зайдем к Индоминусу, проверим. Такой замер, типа, мол... Ты че, че пришел? Че-то хочешь? Ну давай, давай. Ну вот я вот такую вот че-то анимацию хочу увидеть. Более активную. Вот, а ты обычная, когда мы клацаем, да? Не, он, подожди, что, он все время решит? Так, Индоминус все время решит. Ну подождите, ну есть же какие-то динозавры другие. Так, давайте карнотавра посмотрим. Вот я раз на него тыкнул. Он вот так вот покрутился, покрутился. У амфибий точно есть 2 анимации. Ну вот это тоже покрутился и все. А если потыкать, он сейчас будет рычать. Да, во. А у Индораптора, как и у Индоминуса, что нету 2 анимашки? А, ну, типа, он так кричит как-то тихо. Ну вот я хоть раз клацаю на него хоть 2. Ну, показатели вы уже знаете. 10181 на 5302. Тогда идем. Идем сражаться. И, как я и говорил, он стал у нас впереди. Он сильнее всех и вся, ребята. Так, Индораптор. Давайте сейчас найдем первого Индораптора. Где ты там, наш друг? Так, подожди, что-то я куда-то забрел далеко. Он где-то здесь должен быть. Так. Метриофодон. Так, подождите. Какие у него показатели? Почему я его не могу найти? Где-то я его пропускаю. 1800 на 900 на первом уровне. Первого уровня мы еще, кстати, не брали такого. Понятно. 1800 на 900. Дальше его просто искать нужно. Индоминус 20 здесь рядышком. Вот он. 1800. Вот такого Индоминуса возьмем. И возьмем, конечно же, нашего Индораптора. Или взять самых мощных. Давайте тогда сделаем вот так. У меня Индоминуса просто сейчас уже нет. Нет Индоминуса. Вместо Индоминуса пойдет Юдон, Метриофодон и Индораптор. Я думаю, вам понравится такая комбинашка. И, по крайней мере, мы сможем точно победить любого. А то против трех Амфибий было бы нам сражаться не очень хорошо. Хотя, хотя Индораптор, Пахигалозавр натянут любую Амфибию. Ну, Гаргазух как бы даже не котируется. Слабоват. Так, вообще-то, Юдон должен умереть. Он должен накопить баллов, чтобы Метриофодон продемажил больше. И осталось максимум баллов на Индораптора. Так, полностью переносимся. 4 на 4. Думаю, победа. 7 баллов. На все 7. Ну, молодец. Ну, правда, конечно, хотелось бы видеть немножко других противников сейчас. У него по нулям. Как бы мы его пробиваем чуть ли не за один удар. Ну, придется, конечно же, атаковать в любом случае на 2. 1, 2, я поставлю в защиту и... О, суперудар. Мы вообще видели суперудар Индоминуса. Так, это у нас была пощечина. Он бьет одной рукой и бьет двумя руками, да? А, на 7 баллов. Что ты будешь делать? Так, ну вот у нас сейчас будет суперудар. Ну. Ну, ну. А, так мы его не видели. Он прыгнул. А-а-а-а! Ничего себе! Это был прыжок смерти! Молодец, красавчик. Индораптор просто супер. Так, ладно, тогда на этом, ребятки, мы заканчиваем. Потому что мне видео нужно загрузить как можно больше. Я его не буду рендерить. Оно будет весить несколько гигабайт. Оно будет заливаться больше часа. Всем спасибо за просмотр. Кто поставил лайк, подписался на канал. До скорых встреч, ребята. Всем пока! Ну и напоследок, конечно же, глянем на Индораптора. Вот. Ад call Оно. Продолжение следует...